Забытые машины ищите на муниципальной штрафстоянке. Она откроется на западной окраине города уже через пару недель. Теперь, чтобы забрать автохлам, владельцу придется изрядно раскошелиться, оплатить все расходы за эвакуацию и хранение. Эта мера вынужденная и весьма своевременная. Брошенки не только занимают дефицитные парковочные места и загромождают проезды, для снегоуборочной техники это настоящее бедствие. Тему продолжим в сюжете. Такие подснежники найдутся чуть ли не в каждом дворе. Их либо бросили, либо оставили до лучших времен. А что? Бесплатно. Никаких вложений за хранение, никакой головной боли за утилизацию. Разве что только у соседей. Он стоит уже года два, наверное. Уже сломанный давно-давно. Как утилизатор программу смотрите? Хотя вот это приехал к нам бы такой же. Программа утилизации по Клинске заработает уже в этом месяце. Автохлам и брошенный транспорт будут возить сюда, на окраину города, за бывший Волоколамский пост. Пока здесь чисто поле, но в ближайшие дни установят забор, проведут электричество и организуют пост охраны. Здесь довольно большая территория, которая еще на протяжении года будет благоустраиваться и делаться. Но кусок территории ограждения, охрана будет через две недели готова и машину можно будет эвакуировать уже сюда. Подснежники во дворах – проблема не только жителей. Мест на парковках и так катастрофически не хватает. Но и коммунальных служб. Особенно остро вопрос брошенного транспорта встает зимой. Наступление зимнего периода – это всегда сопряжение с проблемами с очисткой территории, придомовой территории. Поэтому однозначно нам муниципальная стоянка нужна. Однозначно мы второй год уже работаем над тем, чтобы она действительно юридически была грамотно оформлена, работала, чтобы не было никаких сомнений у граждан, на каком основании мы эвакуируем машины и ставим сюда. Юридическую сторону вопроса уже рассмотрел и принял Совет депутатов. Владельца, брошенный во дворе или на дороге машины, сначала предупредят, что у него есть пять суток на самостоятельную эвакуацию своего авто. Если хозяин так и не найдется, машину отвезут на муниципальную штрафстоянку. Там транспорт будет ждать своего владельца ровно полгода. Если владелец в течение шести месяцев не обращается, то в решение Совета депутатов прописано, что владелец муниципальной стоянки, то есть директор муниципальной стоянки, будет иметь право на ее утилизацию, чтобы окупить эвакуацию данного транспортного средства. Если владелец авто все-таки захочет забрать свою машину со штрафстоянки, ему придется оплатить не только расходы на эвакуацию, но и время нахождения его транспорта на муниципальной стоянке, которая, в свою очередь, строится и будет существовать исключительно на внебюджетные средства. Олеся Торбенкова, Александр Сидей, Юлия Левицкая. Новости дня. Новости дня.